Проблемы благоустройства остаются приоритетными и повседневными для глав поселений. Это и уборка территории, покос травы и тому подобное. 30 июня наша съемочная группа побывала в майском сельском поселении и побеседовала с главой Игорем Сидюковым, который рассказал о том, каким образом решаются эти проблемы. Я хочу рассказать о той работе, которая проводится у нас с осужденными гражданами. Это те граждане, которые в свое время нарушили закон, и из-за этого решением суда была вынесена отработка. Количество часов им каждому персонально назначено в зависимости от совершенного преступления. Они попадают к нам в администрацию. В администрации мы ведем учет рабочего времени, ведем контроль за их выходами и работой, обеспечиваем их материалами, обеспечиваем их средствами работы и даем им наряд. В основном они занимаются у нас уборочными работами, это имеется в виду кошение травы, дальше подметают тротуары, дороги очищают, установка знаков дорожных, установка бордюров, лавочек, скамеек и урн. Вот сегодня этим они занимались. То есть ежедневно они приходят к нам, мы их контролируем, в конце дня отмечаем всех и подаем эти сведения в конце месяца, табель и сведения в УИН. Те, кто не приходит, те, кто игнорирует эти условия, значит, мы им объясняем, что в случае отказа работы от общественных работ, они будут наказаны уже по системе УИН, то есть они будут изолированы и им будет реальный срок уже дан. Поэтому они все знают, как бы проходит все в штатном режиме, без происшествий, ну и какую-то пользу, конечно, поселению они приносят. В этот же день мы побывали в дошкольном образовательном учреждении номер 7 майского сельского поселения и встретились с заведующей Рузаной Индрисовой. В сентябре будет год, как она вступила на эту должность. И первое, на что обратила свое внимание, это отсутствие нужного количества навесов, говорит Рузанна Индрисова. С сентября месяца будет год, как я заступила на эту должность. Конечно, в первую очередь я обратила внимание, что не хватает навесов. То есть на 6 групп всего 2 навеса. И мы как бы пообщались с родителями, с главой местной администрации и решили сделать один большой навес. Будет навес на 84 квадрата, на 3 группы дополнительно. Рузанна поблагодарила тех, кто оказал ей помощь в осуществлении задуманного. Родители откликнулись. Конечно, большое им спасибо. Семья Шишоковых очень хорошо нам помогла. Нам завезли гравий, щебенку, цемент, песок, камазами. Большое им за это спасибо. Также местная администрация нам привезла гравий. Но начальные материалы нам завезли. То есть работу уже мы можем начинать сегодня. По словам заведующей, в течение 2-3 недель планируется закончить все строительные работы. Конечно же, не без помощи родителей, которые будут принимать самое активное участие в этих работах. Это один из примеров, как можно решать некоторые проблемы в наше трудное время. Субтитры создавал DimaTorzok